Астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Паги Уитсон совершат в пятницу первый в этом году выход в открытый космос. Члены долговременной экспедиции МКС-50 заменят никель-водородные аккумуляторы на новые литий-ионные батареи. «Установка этих литий-ионных батарей очень важна для программы. Это значимый шаг вперёд с технологической точки зрения. Срок службы этих аккумуляторов будет немного больше. Это означает, что в будущем на орбиту можно доставлять меньше груза». «Они направятся к шлюзовому отсеку «Квест» 6 января в 6 часов утра по местному времени». «Костюмы уже готовы. Я вижу, что команда тоже готова, и МКС находится в нужных условиях. Так что вся команда готова выйти в открытый космос». Ассистировать астронавтам будут россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке. При этом они будут находиться внутри орбитальной станции. Уже на 13 января запланирован ещё один выход в открытый космос. Его совершают Тома Песке и Роберт Шейн Кимбро. Астронавты продолжат модернизировать систему питания орбитальной станции. Ассистентами будут Олег Новицкий и Пеги Витсон. Для Тома Песке выход в открытый космос станет первым в его карьере астронавта. Пеги Витсон побывает за пределами станции в седьмой раз, а в открытом космосе она уже провела почти 40 часов. Астронавт Кимбро совершит третий, а затем четвёртый выход в космос.